Глубоко уважаемый Владимир Николаевич, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вам доклад на тему основной гериатрические синдромы онкологических больных и возможные способы их коррекции. Если мы с вами посмотрим данные российского статистического ежегодника за 2016 год, то мы можем увидеть, что число пожилых больных неукоснительно растет в Российской Федерации и на данный момент времени каждый третий житель России это пожилой человек. По данным официального издания Федеральной службы государственной статистики здравоохранения России, среди всех больных злокачественными образованиями 65% это люди пожилого и старческого возраста. По многочисленным данным зарубежных ученых было отмечено, что пожилые люди в сравнении с более молодыми людьми, даже имеющими онкологическое заболевание и сопутствующий профиль, получают меньше лечебных и адювантных процедур из-за недооценки клинических данных. Прежде чем мы поговорим с вами о гериатрических синдромах, давайте определимся, кто же такой гериатрический пациент. Если мы посмотрим периодизацию возраста Всемирной организации здравоохранения, то люди старше 60 лет это люди уже пожилые, старше 75 лет это люди старческого возраста и 90 лет и старше долгожители. Но что же нам говорит возраст 60 лет? Если у человека нет преждевременного или патологического старения, то в 60 лет будут проявляться только первые признаки старения. Гериатрические синдромы, о которых мы с вами поговорим, в среднем появляются у людей в возрасте 70 лет. И развивается синдром фрейлти или синдром старческой астении в 75 лет. Но, к сожалению, в Российской Федерации немножко статистика другая и в возрасте 65 лет уже 30% людей страдают синдромом старческой астении. Медицинские проблемы пожилых людей вам всем известны, с которыми они приходят в пожилой и старческий возраст – это тот полиморбидный фон. А вот социальные проблемы. Социальная проблема основная – это утрата независимости человеком в повседневной жизни и приобретение полной зависимости от посторонней помощи. Как же она формируется? Инвалютивные процессы, которые начинаются уже в среднем возрасте, а также увеличивающийся индекс полиморбидности. А если еще к этому присоединяются онкопатологии, все это приводит к тому, что у человека появляются гериатрические синдромы. А увеличивающийся индекс гериатрических синдромов приводит к развитию старческой астении, ограничивается самостоятельность и формируется полная зависимость человека в повседневной жизни от посторонней помощи. Вот это социальная проблема пожилого человека. Гериатрических синдромов на данный момент времени описано около 65. Здесь представлены некоторые из них. Синдром падения, мальнутриция, пролежние, недержание мочи – я не буду все их перечислять, их очень много, все они уже описаны. Но есть основные гериатрические синдромы, которые встречаются очень часто. К ним относятся хронический болевой синдром. Если вы спросите бабушку или дедушку, что у вас болит, они обязательно ответят – все. У них имеется хронический болевой синдром, независимо от наличия онкопатологии. Синдром мальнутриции или синдром недостаточности питания. По нашим данным, люди старше 60 лет, около 70% уже имеют риск развития синдрома мальнутриции. И 25% еще сверху имеют уже синдром мальнутриции. И здоровых людей у нас по нутритивному статусу всего 5%. К чему приводит синдром мальнутриции? Он приводит к потере аппетита, к ухудшению состояния, к уменьшению мобильности и снижению индекса массы тела. Синдром саркопении. Вы, наверное, не слышали об этом синдроме. Это синдром, который появился относительно недавно и описан. Он заключается в том, что у пожилого человека уменьшается сила и масса мышечной ткани. Вот, например, идет пожилой человек, и вы можете увидеть, он немножко прошел и садится на лавочку. Если вы у него спросите, что случилось, он скажет, болят ноги. Но только не связывайте это с атеросклеротическим поражением. Вот это и есть снижение силы и массы мышечной ткани. Чувство одиночества и утрата смысла жизни. В тот момент, когда человек уходит на пенсию, он утрачивает огромное количество социальных контактов, которые его сопровождали всю жизнь. У него происходит утрата смысла жизни. А если еще в процессе теряются и семейные контакты, или идет потеря близких, у этого человека развивается тяжелое чувство одиночества. При этом даже этот пожилой человек, находясь в семье своих родственников, детей и внуков, может себя чувствовать одиноким. Когнитивный дефицит. Когнитивная функция у нас отвечает за основные ее параметры – это внимание, это мышление и это память. Вы знаете, что дементных больных в мире сейчас насчитывается около 50 миллионов. Это установленный диагноз деменции. К 2050 году их должно быть по статистике около 150 миллионов. Деменцию лечить еще не научились. Но в процессе исследования было обнаружено, что если найти когнитивную дисфункцию, диагностировать рану и проводить меры профилактики и лечения, это когнитивная активация, физически активность специальными методами, можно остановить развитие деменции у человека минимум на 5, а изредка на 10 лет. И это довольно-таки хороший срок. Но снижение слуха и зрения я не буду останавливаться, вы об этом все знаете. Все гериатрические синдромы подразделены на три большие группы. Они бывают соматические, то есть связанные с соматическим состоянием человека. Это синдром мальнутриции, пролежни, недержание мочи и так далее. Психические. К ним относятся деменция, депрессия, делирия, нарушение поведения, адаптации. При этом я хочу немножко остановиться. Дело в том, что у пожилых больных изредка очень трудно провести дифференциальную диагностику между депрессией, которая их всегда сопровождает, и деменцией. Этого может помочь врач-невопатолог. И социальные синдромы. Это утрата возможности самообслуживания. В зависимости от посторонней помощи. Сюда же относится синдром насилия над пожилыми и нарушение семейных связей. Синдром старческой астении или фрейлти. Это крайнее проявление возрастных изменений, которое вследствие инвалютивных изменений и морбидного фольда приводит к постепенному падению параметров функционирования организма. Если у человека есть потеря веса вследствие синдрома мальнутриции, доказанное снижение силы кисти – это проявление синдрома саркопении, выраженная слабость, утомляемость, снижение скорости передвижения и значительное снижение физической нагрузки, то можно предположить, что, к сожалению, у этого человека уже есть синдром фрейлти. Лучше один раз увидеть, что такое фрейлти, чем долго рассказывать. Если кто-то помнит Леонида Ильича Брежнева в конце его жизни, вспомните, как его заводили на сцену под руки, как он тянул речь. Это был классический вариант синдрома фрейлти. Но эти больные еще называются и хрупкими больными. Дело в том, что когда пытались перевести синдром фрейлти на русский язык, оказалось, что он переводится как дряхлость, немощность и хрупкость. Почему же эти больные являются хрупкими больными? Они находятся в таком патогенетическом замкнутом круге. То есть у них есть синдром альнутриции, саркопения, снижение уровня физической активности, метаболического индекса. Но они во всем этом могут жить. Они сами себя обслуживают. Они могут спокойно ходить в магазин, например, за собой ухаживать. Но если появляются какие-то внешние или внутренние воздействия, то есть если появляется какое-либо заболевание, или происходит обострение хронического заболевания, или даже может быть обычная острая вирусная инфекция, то это может привести в минимальные сроки к резкому ухудшению состояния, инвалидности и смерти пациента. Для того, чтобы диагностировать у человека гериатрические синдромы, надо провести специализированный гериатрический осмотр, который нацелен не на выявление у пациента заболеваний. Он нацелен на изучение социального статуса, на изучение рисков снижения качества жизни и социальной деятельности пожилого человека, но с точки зрения соматического состояния. Основной целью гериатрического осмотра является выявление гериатрических синдромов и диагностика синдрома старческой остынии. Посмотреть у пожилого человека все 65 синдромов невозможно выявить, поэтому было предложено выявить основные гериатрические синдромы, то есть специализированный гериатрический осмотр, нацеленный на выявление основных гериатрических синдромов, которые могут быть у пожилого человека. Изучается степень способности к передвижению при помощи оценки двигательной активности у пожилых. При этом шкала оценки двигательной активности у пожилых состоит из двух частей. Мы выявляем степень устойчивости во время ходьбы, и также мы можем определить параметры походки человека. Диагностируем синдром малинутриции при помощи мини-теста, позволяющего определить нутритивный статус человека. Этот синдром тоже состоит из двух частей. В первой части опросника мы можем определить те физикальные данные, которые уже есть у пожилого человека. То есть это потеря аппетита, снижение массы тела, уменьшение мобильности, появление психологических проблем вследствие недостаточности питания. А вот вторая часть опросника нам позволяет определить качество питания, которое есть у человека. И таким образом мы можем провести коррекцию недостаточного питания. И, кстати, что мы обнаружили у всех пожилых людей, вы можете спросить у своих пациентов, сколько они пьют воды. В норме мы должны выпивать 30 мл на килограмм массы тела. Все пожилые люди без исключения не пьют литр воды. Если вы их опросите, мы тоже удивились, но это, к сожалению, так. Когнитивную функцию исследовали при помощи опросника ММСЕ, который нам может позволить определить субъективные нарушения когнитивной функции, преддеменцию, умеренные когнитивные нарушения и так далее. Филадельфийский гериатрический опросник морального состояния позволяет определить тревожно-депрессивный синдром, чувство одиночества, утрату семейных связей, возможность пожилого человека образовывать новые социальные связи, возможность общаться не только с родственниками, но, например, и с соседями. И уровень независимости в повседневной жизни, заключающийся в возможности самообслуживания человека, определяется при помощи шкалы Бартова. То есть такой специализированный гериатрический осмотр у нас забирает как раз три вида гериатрических синдромов. Степень способности к передвижению синдрома Нутрица – это у нас соматические гериатрические синдромы. Оценка когнитивной сферы и морального состояния – это психические гериатрические синдромы и в итоге социальные гериатрические синдромы. Такой упрощенный специализированный гериатрический осмотр может нам помочь диагностировать не только наличие старческой астыни у пожилого человека, но даже определить степень тяжести синдрома старческой астынии. Я предвижу первый ваш вопрос, что на это надо потратить много времени. Для того, чтобы уменьшить количество времени потрачено специализированный гериатрический осмотр, мы разработали серию программ. Первая – это была оптимизация ухода в гериатрию в зависимости от степени старческой астынии. Потом она была модернизирована для хирургов и называла специализированный гериатрический осмотр в хирургии. Естественно, что к программе предлагается методическое руководство, специализированный гериатрический осмотр. Все это располагается на сайте геронтолог.инфо. Я вам сейчас покажу, где это. Мы эту программу по просьбе наших чешских коллег из университета Масарыка перевели на английский язык, и она сейчас активно там внедряется. То есть и программа, и методическое руководство. Где располагается эта программа? На сайте геронтолог.инфо. Это сайт анонимс-геронтология. В разделе «Библиотека» наши проекты есть компьютерная программа и методические рекомендации по использованию данной программы. То есть если кто-то хочет, может попробовать провести специализированный гериатрический осмотр самостоятельно. Вот так выглядит наша программа. Смотрите, когда мы вводим с вами нового пациента, сразу высвечиваются все шкалы, вопросы по шкалам и ответы. Ответы очень простые. Есть умеренные нарушения, выраженные нарушения. Потом нажимаем «Анализ», и нам выдаются все результаты по всем шкалам. То есть если характеристику параметров устойчивости мы определяем, он выдает параметр этот. Потом «Ходьбы». Потом определяет, есть ли нарушение общей двигательной активности. И в конечном итоге мы получаем, есть у человека синдром старческой астении и степень тяжести синдрома старческой астении. И анализ показывает, что такая сокращенная гериатрическая оценка занимает всего 20-25 минут. У врача она занимает 4-6 минут времени. Дело в том, что специализированный гериатрический осмотр не обязательно должен проводить врач. Его может провести средний медицинский работник. А врач должен только произвести интерпретацию полученных результатов. Мы попросили доктора-химиотерапевта провести наравне с оценкой статуса онкологического своих больных еще гериатрический статус. Он осмотрел 33 пациенток с раком молочной железы. При этом он добрал и молодых людей, кроме индекса коморбидности и других параметров, он делал гериатрический статус, что он получил в конечном результате. Если люди молодого возраста не имели каких-либо нарушений общей двигательной активности, то люди среднего возраста уже имели первые признаки гипомобильности, синдрома гипомобильности. Люди молодого возраста имели риск с раком молочной железы, у них уже был риск синдрома мальнутриции, а среднего и пожилого они имели уже синдром мальнутриции. У всех было тревожно-депрессивное состояние. И если люди молодого возраста были полностью независимы в повседневной жизни от посторонней помощи, то уже люди среднего возраста теряли эту независимость. Это люди, у которых был рак молочной железы различной стадии. То есть это уже люди среднего возраста. Предвижу следующий ваш вопрос. Зачем вам это надо знать и что вы будете с этим делать? Я предлагаю вам небольшую схему, которую должны еще совместно с нами, с гериаторами, заполнить и онкологи. То есть к чему могут привести наличие синдромов у пожилого пациента. Например, если вы предполагаете у него оперативное лечение. У него есть синдром гипомобильности, падение, нарушение общей двигательной активности, синдром саркопении. Чего мы боимся? Мы боимся, что в раннем послеоперационном периоде он будет длительно находиться в постели. Это приведет к появлению, может привести к таких осложнений, как гипостатическая пневмония, тромбоэмболия и так далее. Если же мы все-таки назначим больному двигательный режим, двигательную активность, это, к сожалению, может привести к синдрому падений. В 20% случаев он закончится переломом. Чаще всего переломом шейки бедра и могут быть черепно-мозговые травмы. Если у человека есть синдром мальнутриции или синдром саркопении, чего мы тоже должны бояться? У них, естественно, сниженный репаративный процесс, у них плохо заживают раны, у них раны могут нагноиться. Это все приведет к удлинению раннего послеоперационного периода и нахождению более длительного больного в стационаре. Если имеется когнитивное нарушение в послеоперационном периоде, мы должны ожидать появления делирия. Если же этого не будет, может быть потеря ориентации, которая может привести к синдрому падений. Если мы говорим о химиотерапии, многие ваши препараты имеют большое количество побочных эффектов. И наличие гириатрических синдромов может просто усилить токсическое действие химиопрепаратов и усилить проявление побочных и нежелательных эффектов химиопрепаратов. Как же можно коррегировать гириатрические синдромы у онкобольных? Мы их разделили на две группы. Первая – это до начала лечения. Вы лечить начинаете не сразу, вы их сначала обследуете. Если у человека есть синдром мальнутриции, обязательно надо провести до начала лечения коррекцию диеты. При низкой массе тела или наличии дефицита массы тела обязательно добавление нутритивной поддержки. При этом препараты нутритивной поддержки для пожилых людей должны обязательно содержать пищевые волокна, витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты. В процессе лечения больные с синдромом мальнутриции очень быстро истощаются. Поэтому считается, что в послеоперационном периоде, независимо от операции, питание должно быть восстановлено в течение первых суток. Если пациент не может принимать пищу, ни сиппинговое питание, невозможно, ни зондовое питание, тогда надо переходить на парентеральное, адекватное питание. На адекватное парентеральное питание. При восстановлении функции желудочно-кишечного тракта оптимальное питание, но обязательная нутритивная поддержка в зависимости от расхода энергии. Как считать расход энергии, я думаю, вы знаете. Для этого есть формула Гарриса Бенедикта, которая нам показывает расход энергии в зависимости от возраста, пола, фактора активности, фактора повреждения. Естественно, вставлять в эту формулу очень сложно все, поэтому мы создали программу для мобильных телефонов. Она находится тоже на этом сайте «Геронтолог.Инфо». Ее можно скачать, но только на компьютер, она не будет устанавливаться, только на смартфоны. Вы заносите параметры, он вам считает расход энергии, необходимое количество белка, жира и максимальное количество углеводов, которые нужны пациенту. Дальше. При назначении химиопрепаратов возможна нутритивная поддержка специальными нутриентами, которые способны уменьшить побочное действие химиопрепаратов, например, при колитах и энтеритах. Дальше. Читайте. В 2016 году вышли клинические рекомендации по лечению пожилых людей с онкозаболеваниями, которые рекомендованы Международным обществом гериатрической онкологии. Была создана рабочая группа, которая состояла из онкологов различной специализации и гериатров. Вот так эти клинические рекомендации выглядят. Они предлагают провести комплексную гериатрическую оценку пациента. Вы посмотрите, что они предлагают проводить каждому пациенту. А я сейчас вам покажу, что входит в наш специализированный гериатрический осмотр. Коморбидность и так онкологи определяют. Социально-экономические факторы всегда учитываются при назначении какого-либо лечения пациенту. Они предлагают, если они не находят у пациента гериатрических синдромов, и коморбидный фон им позволяет проводить лечение в соответствии с рекомендациями по конкретным заболеваниям. Если они находят гериатрические синдромы, сразу определяется, возможно ли коррекция этих синдромов. Если она возможна, начинается лечение факторов риска совместно с назначением специализированного лечения. Если невозможна коррекция факторов риска, назначаются альтернативные варианты лечения. Если невозможна альтернативная терапия, тогда только поддерживающаяся терапия. Вот это вот модификация лечения в зависимости от гериатрического статуса. С чего она состоит? То, что они предлагают. Выделяются группы препаратов, показываются негативные эффекты, которые могут быть при приеме этих препаратов, нежелательные эффекты, смотрите, падение, переломы, когнитивная дисфункция, делирий, инсомния, остеопороз и так далее. Рекомендации по преодолению негативных и нежелательных эффектов и альтернативная терапия. Таким образом, залог успешного лечения пожилого онкологического больного является мультидисциплинарным подходом к выбору лечебной тактики и индивидуализации лечения. То есть в лечении этого пациента должен участвовать онколог, гериатр и, естественно, его микроокружение. Каким же образом должна проходить эта модификация? Онколог назначает начальный план лечения пациента. Потом проводится специализированный гериатрический осмотр и назначается окончательный план лечения. Таким образом, у онкологических больных пожилого возраста необходимо проводить комплексную гериатрическую оценку, которая позволит прогнозировать токсичность химиотерапии, осложнения в процессе лечения и раннюю смертность, осуществлять отбор пациентов на специализированное лечение с использованием стандартных схем, помочь в принятии решений относительно модификации лечения с целью уменьшения факторов риска неблагоприятных исходов лечения и коррекции гериатрических синдромов способны расширить показания к специализированному лечению пациентов с онкопатологией. Какие мы видим пути решения задач? Наверное, назрела уже необходимость многоцентровым одномоментным обсервационным исследованием для создания регистра больных, пожилых, онкологических больных. Необходима разработка методов оценки риска неблагоприятных исходов при лечении пожилых больных для создания рекомендаций по лечению данной категории людей. С целью разработки клинических рекомендаций необходимо создание рабочей группы, в состав которой должны входить не только онкологи, но и гериатры. Учитывая дефицит гериатров Российской Федерации, для врачей и онкологов необходимо организация образовательных курсов по изучению основных гериатрических синдромов и способов их коррекции. И для оказания высококачественных услуг пожилым онкологическим пациентам необходимо обучение специалистов, работающих с данной категорией больных, специализированного уходу, за пожилыми людьми с учетом основной патологии, коморбидности, гериатрических синдромов и синдрома старческой пастынии. Я надеюсь, что я смогла вам показать, что возраст сам по себе не является показателем неблагоприятных исходов в онкологии и отказа в специализированном лечении. Благодарю вас за внимание. Спасибо.